КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ Далее угла, почему дорожникам сказать спасибо хотят далеко не все. Время пошло, отчего в Бийске вывоз мусора идет с опозданием по графику. О весьма деликатной проблеме были вынуждены заявить жители поселка Власиха. Там дождевыми водами топят выгребную яму, которую приходится откачивать едва ли не в ежедневном режиме. Такие проблемы, по мнению местных жителей, начались после того, как чиновники отремонтировали в поселке дорогу. О тонкой взаимосвязи дали. Пригнали грейдер. Грейдер прошел, выровнял все и сюда на колодец полез. Перепад дороги в сторону дома семьи Савченко едва можно уловить взглядом. Все начинается, когда приходят дожди. Вот видите, как получается. Долгое время власихинцы просили отремонтировать их улицу. В итоге дорожники разровняли землю. При этом, по заверениям старожилов, сняли верхний слой, чтобы засыпать ямы в десятках метров выше. Заодно прокопали вот такие траншеи. Теперь вода со всей улицы здесь частый гость. Осадками топит вот эту выгребную яму. За последний месяц Георгий Николаевич вызывал машину по откачке несколько раз. Конечно, не бесплатно. Такие вынужденные меры серьезно бьют по бюджету семьи. Заодно попытался призвать к ответу чиновников местной администрации. Пока вот тщетно. Кто там сидит, товарищ, который за дороги отвечает, он сказал, я, говорит, это, больше вам никаких грейдеров, ничего не дам, ничего вам не будет, и делать я ничего не буду. Я хочу, чтобы они восстановили то, что повредили. Каждую среду ровно в 19.00 они выходят на улицу в надежде, что в этот раз мусоровоз не опоздает. Вот только водители особой пунктуальностью не отличаются. В результате долгожданную машину бейчане уже готовы встречать, если не с красной ковровой дорожкой, то уж точно с хлебом и солью без плесени. Смотрим и слушаем наших коллег из Наукограда. За отсутствие договоров на вывоз мусора с этой улицы были убраны контейнеры, которые вывозили два раза в неделю. Видимо, так обслуживающая организация попыталась повлиять на сознание граждан. Но попытка обернулась провалом. К мусоровозу приходят все. И те, кто платит, и те, кто не платит. Договоры при сдаче мусора не проверяют. И сейчас начнется вот это вот, везде будут кидать эти мусорки. Как они не платили эти люди, так они и не будут платить. И они так же прекрасно носят в эту машину, как и мы. Никакого контроля нету. Так что не знаю. Когда жители улицы обратились в обслуживающую организацию с просьбой о возвращении контейнеров и урегулировании графика прихода мусоровоза, ответ, по их словам, был категоричный. Не нравится? Ищите другую организацию. Что касается незаключаемых договоров, да, есть такая большая проблема. Люди не желают заключать договоры. Даже если они договоры заключают, то это служит лишь формальной отговоркой для того, чтобы не получить административный штраф за отсутствие договора на вывоз мусора. Значит, они ставят нам что в вину? Что не оплачивают. Люди есть, которые не оплачивают по 6 тысяч, 12 тысяч. Ну, разве это наша вина? Мне кажется, хозяин, который вот именно этим предприятием занимается, это он должен взыскивать. С тех, кто не платит. А не мы должны бегать. Ну, вы поговорите. Что значит поговорить? Я приду к тому, он скажет, да кто-то есть-то. История действительно неприятная. Вроде бы борьба должникам объявлена, а страдают добросовестные плательщики. А заодно риск заполучить еще одну городскую свалку появился. И данная ситуация типична для Бейска. Так что же, город никогда не избавится от свалок? Вот такой получается замкнутый мусорный круг. На этом у нас все. Напоминаю телефон нашей редакции в Барновле прежней 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб. Или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч. Через неделю не пропустите.